Значит, очень коротко, чтобы было понятно, почему и как мы оцениваем PD-L1, хотелось бы напомнить, что существует несколько моделей взаимодействия опухоли с иммунной системой. Грубо их выделяют три или четыре, и есть предсуществующий, то, что называется, иммунный ответ, когда уже на момент постановки диагноза опухоль выражена, инфильтрирована цитотоксическими теллимфоцитами. Обычно они контактируют непосредственно практически с каждой опухолевой клеткой, перед иммунной атакой обрабатывают ее интерфероном гамма, и наблюдается выраженная экспрессия PD-L1 в опухолевых клетках, больше 50% чаще всего. И в этой ситуации опухолевые клетки являются хорошим предиктором ответа на иммуно-онкологические препараты, и оценка, в общем, опухоли инфильтрирующих лимфоцитов не очень нужна, и, в принципе, эта модель наиболее часто реализуется в опухолях, ассоциированных с курением, с употреблением алкоголя, это раки легкого, как аденокарцинома, так и плоскоклеточные раки курильщиков, или плоскоклеточные раки головы и шеи. Второй тип взаимодействия, когда опухоль распознана иммунной системой как чужеродная субстанция, иммунная атака происходит, но по каким-то причинам останавливается, плотной инфильтрации самой опухолевой ткани не происходит, она таким щитом, иммунный инфильтрат окружает гнезда опухолевых клеток, все это дело сосредотачивается в микроокружении основной иммунной взаимодействия, и такой тип второй взаимодействия для меланому, ротелиального рака, и в том числе трижды негативного рака молочной железы, о котором пойдет речь. Ну и четвертый тип, это когда иммунная система опухоль толком не видит, отчасти не из-за того, что нет невоантигенов, а хотя бы просто по той простой причине, что произошла делеция главного комплекса гисовместимости первого типа, и существующие невоантигены не презентируются эффективно, и этот тип достаточно характерен для саркома или опухоли эндокринных органов. Поэтому нас интересует второй тип взаимодействия, чтобы понятно, что мы считаем и где, можно посмотреть, например, на модели рака легкого, когда мы видим вот этот плотный щит и какие-то гистеоцитоподобные клетки, экспрессирующие PD-L1, строма богаты инфильтрированными лимфоцитами, но внутри опухолевого пласта их практически нет, а все, что красится, тоже гистеоцитоподобную морфологию имеет. И, в общем-то, если мы будем у вас таких молекулярных позиций, позиций с межклеточным взаимодействием рассматривать, то на самом деле, по самым разным причинам, которые я не буду обсуждать, гистеоциты CD8-позитивные, так сказать, они окружают опухолевые клетки и не дают возможность цитотоксическим Т-лимфоцитам вступить с ними в непосредственный контакт, но при этом происходит фактически та же самая схема иммунных взаимодействий, когда, так сказать, Т-лимфоцит с помощью интерферона гаммы индуцирует экспрессию PD-L1 в гистеоцитах, и вот в этом вот таком щитоподобном, так сказать, да, как бы в таком инфильтрате происходят эти все иммунные взаимодействия. И любые блокаторы, как анти-PD, так и анти-PD-L1, они разрывают эту связь, в результате, так сказать, увеличивается секреция химокинов, так сказать, антрактантов для цитотоксических Т-лимфоцитов гистеоцитами, и они уже, так сказать, зажигают как бы опухоль, да, делают ее горячей, и CD8-позитивные, CD3-позитивные Т-лимфоциты уже инфильтрируют опухолевую ткань. Поэтому, в принципе, так сказать, конечно, определенные нюансы между этими двумя типами взаимодействия опухоли и иммунной системы, они существуют, и обычно при первом типе взаимодействий бывает достаточно монотерапии такими препаратами, там, как пембролизумаб, например, в то время, как, так сказать, второй тип взаимодействия, он требует чаще всего комбинированных режимов, либо с тирозинкиназными ингибиторами, либо с химиопрепаратами, но, в общем, так или иначе, роль иммуноонкологии, так сказать, при обоих типах взаимодействия достаточно велика. И, соответственно, раз уж так получилось, что трижнегативный рак относится ко второму типу преимущественно, то те методики подсчета, которые применялись, они сосредоточены и должны обязательно учитывать опухоли-фильтрирующие лимфоциты. Если мы посмотрим теперь на диапазон клонов, антител, платформ и препаратов, с которыми они ассоциированы, то мы увидим таблицу, в общем, достаточно однозначного соответствия клонов и стоящих за ними наборов, потому что эти клоны не продаются отдельно как-то практически, и они все, так сказать, связаны с определенными наборами для детекции, которые и систему детекции включают, и хромогены, и специфическую методику демаскировки, амплификации сигнала. И вот эти вот наборы, да, они связаны с платформами Дака и Винтана преимущественно, и, в общем, каждый препарат более-менее имеет с определенной, так сказать, погрешностью в зависимости от органа свой набор для тестирования. Из того, что вызывает наибольший интерес в настоящее время, это, конечно, наборы для тестирования потенциальной чувствительности к схемам, содержащих отезолизумаб и пембролизумаб, потому что наибольшее количество, так сказать, клинических исследований, которые сейчас докладываются, данные, по которым как-то уже вызрели, они касаются этих двух препаратов. И если терапия отезолизумабом зарегистрирована в Российской Федерации, и уже, в общем, набор с СП-142 получил одобрение Росздравнадзора, и его, я думаю, что с февраля уже компании будут представлять, его уже можно покупать в открытой, так сказать, продаже, да, то с пембролизумабом немножко все более сложно, потому что, так сказать, те результаты, которые есть, они показывают, что от уровня PD-L1, в общем, не зависит как от предсказательного фактора, эффективность терапии, да, она скорее, так сказать, PD-L1 имеет роль прогностического фактора, но здесь, так сказать, всего лишь одно исследование, насколько я помню, пока было доложено, а их, так сказать, достаточно много, поэтому будем ждать, тут красная звездочка стоит, я сегодня этого не касаюсь, пока что для пембролизумаба мы не тестируем ничего, а для отезолизумаба, так сказать, тестировать необходимо. И вот чем тестировать, да, как тестировать, и какие могут быть сложности, я сейчас попытаюсь вкратце изложить. Ну, первая, самая, так сказать, такая интересная история связана с тем, что, конечно, нас интересует вопрос, раз мы тестируем опухолевые клетки, потому что в трижды негативном раке у нас преобладает вторая модель взаимодействия опухоль с иммунной системой, и фактически все самое интересное, действие препарата первичное, оно в микроокружении опухоли сосредоточено, то нас интересует, насколько вообще эти клоны разные, да, вот, предположим, у нас есть отезолизумаб, но при этом, так сказать, в лаборатории даковский иммуностейнер, и есть выбор сделать, так сказать, какой-то домашний тест с клоном 28.8, или купить фирменный клон 22С3, фирменный, так сказать, набор, да, для даковского стенера, то есть вот насколько можно это делать. Здесь, так сказать, идет сравнение именно не клонов, а наборов, потому что надо четко понимать, что клон антител — это яйца, омлет — это набор, готовое блюдо, и один и тот же клон в разном наборе может совершенно по-разному работать, поэтому сейчас мы не говорим абсолютно о домашних, так сказать, каких-то методиках, когда мы сами покупаем какие-то концентраты и что-то из них мутим, все, что я буду дальше говорить, оно исключительно касается фирменных наборов, СП-142, да, для винтаны фирменного набора, и 22С3, соответственно, так сказать, для ДАКа, вот, и если сравнивать эти наборы, то мы увидим и поставить порог позитивности 1% иммунных клеток, которые как раз в клинических исследованиях, в общем-то, и являются в большинстве пороговым значением, по крайней мере, патозолизумабу, да, 1%, так сказать, позитивного иммунного инфильтрата, то мы увидим, что дискордантность между разными наборами даже в самом рафинированном исследовании, абсолютно не отражающем объективную реальность, никакого отношения к жизни не имеющим, фантастически рафинированном исследовании, вот даже при идеальных условиях дискордантность между наборами составляет 18%, то есть каждый пятый случай. Даже уже из этих данных, а если взять данные, которые ближе к реальности, этого будет значительно больше, там процентов до 40, так сказать, будет дискордантность между разными наборами, до 50 доходить, поэтому даже в самой идеальной ситуации мы понимаем, что не все наборы одинаково пригодны для тестирования, и вот эта вот первая табличка, да, что напротив от Эзолизумаба стоит набор с СП-142 на винтане, она, вероятно, имеет какой-то смысл. И на самом деле, так сказать, это сейчас вот на этом изображении мы говорим об аналитической валидности тестов, то есть тогда, когда у нас просто есть какие-то образцы, есть какие-то наборы, и мы смотрим там, где плюс, где минус относительно какого-то порогового значения. И мы понимаем, что аналитически валидированный, так сказать, набор СП-142, да, он, в общем, подходит, а аналитически валидировать другие наборы будет достаточно сложно, потому что они наборы, в них очень сложно менять какие-то параметры, хотя не невозможно. Но реальная жизнь, она немножко отличается, и аналитическая валидность на самом деле, это лишь первый такой, так сказать, эпизод, что ли, первый, так сказать, параметр, на который мы обращаем внимание, когда смотрим о пригодности того или иного теста для определения того или иного параметра. Потому что аналитическая валидность, она, конечно, говорит об очень важных вещах, о чувствительности и специфичности теста, то есть, так сказать, способности теста достоверно определять исследуемый параметр, ну, для очень простой истории, бимодальной, например, например, мутации КЕРАСНРАС, есть они или нет. Это очень хорошо. Но достаточно ли этого для того, чтобы его применять в клинической практике? На самом деле нет, потому что нужна еще клиническая валидность, то есть это способность теста достоверно предсказывать определенное клиническое событие. Например, КЕРАСНРАС должны все-таки не просто определять мутации, но еще и достоверно предсказывать ответ опухоли на терапию, например, цитуксимаба. Здесь уже важны такие параметры, как построение РОК-кривой, определенные индекс АУК, и уже в этой ситуации разные тесты по индексу АУК мы можем сравнивать между собой для того, чтобы понимать, о какой из тестов, которые достоверно предсказывают наличие мутации или наличие экспрессии PD-L1, они достоверно это предсказывают, но при этом какой из них может еще и предсказывать эффект от терапии. Ну и самый последний очень важный фактор – это клиническая значимость. А трансформируется вообще предсказанный эффект, пускай даже он будет статистически значимый, в общую или безрецидивную выживаемость, потому что, в принципе, он может предсказывать даже ответ на терапию, но достоверная разница будет на две недели, медиан общей выживаемости будет лучше у положительных больных, чем у негативных. Будем ли мы использовать этот тест? Разница достоверна, но всего в две недели. Клинической значимости нет. Поэтому очень важно понимать, а вообще, так сказать, те тесты к PD-L1, которые существуют, у них клиническая эта значимость есть, даже тогда, когда мы говорим об СП-142 для отезолизумаба. Ну и, в общем-то, так сказать, РОЖ провел эту колоссальную работу, так сказать, и это очень здорово, потому что РНД-отдел все-таки в компании РОЖ, так сказать, там настоящие ребята работают, и у них очень много разных всяких интересных вещей они делают. И он, так сказать, дает ответ на этот вопрос, есть ли клиническая значимость у разных тестов, и как это, так сказать, все в реальной практике может, так сказать, выглядеть. И мы видим, что если мы берем пороговое значение, 1% позитивных, так сказать, опухолевых клеток или опухолевого инфильтрата, то когда мы используем набор на винтане СП-142, то у нас 46% позитивных, трижды негативных раков молочной железы, которые были включены в это исследование, и это дело вполне трансформируется, так сказать, и в медиану общей выживаемости, дельта 9 месяцев, да, там с половиной, и в медиану безрецидивной выживаемости, дельта, так сказать, позитивных, в общем, точнее от добавления от изолизумаба у позитивных больных, оно, так сказать, составляет 4 месяца, вот, и это очень хорошо, да, здесь мы говорим, так сказать, о позитивных пациентах. Но если мы используем, например, клон на той же самой винтане другой набор, с СП-263, другое антитело, другая, так сказать, дизайн самого теста, то мы полностью выгоду теряем. У нас, с одной стороны, набор СП-263 видит ситуацию лучше, чем набор СП-142. Количество позитивных больных, если мы берем 1% опухолевого инфильтрата как пороговое значение, становится 75 против 46. То есть, казалось бы, картины более приближены к реальности. Мы видим, так сказать, более истинный уровень PDL-позитивности стромальных клеток. Но при этом медиана ПФС фактически пропадает, становится 2 месяца, медиана общей выживаемости вместо 9 становится 3 месяца дельта-медиана, да, дельта-медиана общей выживаемости. То есть, клинической значимости у этого теста нет, потому что теряется выгода, так сказать, у позитивных больных от назначения терапии. Если мы возьмем набор 22С3 на дака, то ситуация будет еще хуже, потому что дельта-медиана ПФС 2 месяца, дельта-медиана общей выживаемости 2,4, да. То есть, на самом деле, здесь, так сказать, есть ответ, что с одной стороны аналитические свойства и, так сказать, постижение реальности, да, постижение тайн мироздания лучше происходит с набором 22С3 на дака, потому что он видит более истинную картину, которая не имеет клинической значимости в рутинной практике, потому что позитивность по результатам этого теста не предсказывает чувствительность к терапии. И, так сказать, единственный набор, которым можно сейчас пользоваться для предсказания чувствительности трижды негативного рака, моего шижика, тезолизумабу, это, соответственно, набор, так сказать, на винтане с клоном СП-142. Ну и вот здесь вот был интересный и проведен такой условный подгрупповой анализ, когда, так сказать, были посмотрены те когорты, которые позитивно на другие наборы, альтернативные, да, то есть СП-142 негативные, 22С3, так сказать, на дака позитивные, или СП-142 негативные, СП-263 на винтане позитивные. Что будет у них? У них ситуация еще хуже. Вот, посмотрите, дельта медиана общей выживаемости. Получается, что у позитивных больных от изолизумаб приносит больше вреда, чем пользы. Да, это, так сказать, правая верхняя вкладка. И выходит, так сказать, так, что этот тест, он вообще больше принесет его использованию вреда, чем польза. И вы, так сказать, если хотите в своей лаборатории наладить тестирование для трижды негативного рака малышей железы для схем с отозлизумабом, то у вас обязательно должен быть, так сказать, машина винтана с набором СП-142. Никакие другие варианты невозможны в настоящее время. И это, так сказать, слава богу, уже очень хорошо понятно. Но это, так сказать, одна сторона проблемы, и это результаты клинических исследований. В принципе, на этом можно было абсолютно спокойно остановиться, потому что вот оно сравнение, так сказать, наборов, ну или условно говоря, клонов, как мы любим это называть, хотя, так сказать, сравнение клонов, оно немножечко другие вещи подразумевает. И, так сказать, вывод, он совершенно ясный, очевидный, на этом можно было бы закончить. Но здесь есть одна очень интересная вещь. Когда мы говорим о клинических исследованиях, так сказать, да, особенно второй фазы, то там все делается в одной централизованной лаборатории, так сказать, и это тестирование, его результаты не отражают то, что происходит в реальном мире. И когда мы, так сказать, смотрим на реальный мир, да, то нас волнуют не только аналитические свойства теста или свойства набора как такового, как сферический конь в вакууме, что ли, да, предсказывать то или иное клиническое событие. А нас еще интересует, а люди-то могут вообще пользоваться этим в рутинной практике или нет? Потому что, когда происходит регистрация наборов, да, регистрация разных, так сказать, антител, то в регистрационных исследованиях всегда очень важно такой параметр, как конкордантность, воспроизводимость результатов оценки. И если вы откроете инструкцию к СП-142 винтановскую, то вы увидите замечательный абсолютно параметр 96-процентная конкордантность межисследовательская в результатах оценки СП-142. Это вообще фантастическая история, совершенно непонятно, как она достигается, но это очень высокие проценты. Казалось бы, обезьяне дай этот набор, поставь ей винта, но у нее все будет хорошо. Но там есть одна маленькая тонкость. Там, так сказать, при формулировании дизайна исследования конкордантности, да, тех параметров цифр, которые в инструкцию попадают, там как бы используется принцип осциллографа. Казалось бы, очень логичный. Принцип осциллографа заключается в том, что у тебя есть луч сравнения, который идет через пустую среду, и луч, который идет через кювету с каким-то реагентом. И дальше, так сказать, ты смотришь нарушение поляризации или каких-то других, так сказать, спектра луча, проходящего через кювета относительно референсного значения, и как бы, так сказать, из-за этого понимаешь, что у тебя там в кювете налито. Вот. Тут то же самое. Есть некое референсное значение СП-142 для конкретного образца. И когда смотрится межисследовательская конкордантность, то не сравнивается мнение исследователей между собой, а сравнивается мнение каждого исследователя с этим референсным значением. В этой ситуации, на самом деле, какие-то исследователи больше позитивных случаев, чем референсное значение определяют, какие-то меньше, но в среднем, в общем, они неплохо совпадут вот с этим референсным значением, да, с этим лучом. Но можно поставить задачу совершенно по-другому. В реальной жизни же у нас этого нет. Мы, когда смотрим конкретную опухоль, мы не знаем ее референсного значения. Поэтому, когда в одной лаборатории на один и тот же блок, так сказать, делают одни ребята тест, там, например, в онкоцентре, а потом, так сказать, там приносят в институт Герцена, так сказать, и там, условно говоря, делают другие совершенно люди на этот же блок, так сказать, свой тест, пускай даже тоже на винтании, тоже СП-142, то они сравниваются между собой, а не с неким референсным значением, которое может находиться между, так сказать, ними, да. И вот когда сравнивать всех на всех, что получается? И был предложен, так сказать, такой метод, он сейчас как раз будет, его активные комментарии по нему опубликованы в центральной печати, он из плот называется, когда исследователи сравниваются между собой, а не с лепшим значением. Какая там была гипотеза? Что тогда, когда у нас одно пороговое значение, и оно достаточно большое, например, 50% опухолевых клеток, то сколько исследователей ни возьми, приблизительно эта голубая кривая, всегда будет все очень хорошо определено. Если пороговое значение, так сказать, на тоненького, то есть 1%, да плохо определяемое глазом, а глаз, к сожалению, все пороговые значения ниже 10% определяет плохо, то тогда ситуация будет значительно хуже, и чем больше будет количество исследователей, результаты которых мы сравниваем между собой, тем меньше будет процент совпадения результатов. А если мы возьмем какие-то трехкатегорийные, то есть когда больше, чем просто, ну, позитивные, негативные, да, когда там меньше одного процента, 1,49 и больше 50, то там будет ситуация совсем плоха, и когда у нас есть исследователи, рефиксное значение, все будет хорошо, а когда мы возьмем 20 человек, которые посмотрят один и тот же срез, то все будет очень плохо. И, конечно же, было фантастически интересно посмотреть для клона СП-142 на трижды негативном раке малыша в реальной жизни, так сказать, какую форму имеет вот этот у нас плод. Ну, в общем, так сказать, конечно, полный провал в настоящее время, потому что если мы берем 18 человек и начинаем парные результаты сравнивать друг на друга, да, и, так сказать, я не помню, у них там было, кажется, 18 человек, так сказать, вот сколько опухолей в этом исследовании, не помню, там около 40, вот, то тогда, так сказать, мы видим вот самая левая кривая, которая на цифре 2, да, ось, разные пары. Могут иметь конкордатность от 55 до где-то 96%. То есть какие-то два человека будут очень хорошо совпадать друг с другом. Это та модель, которую используют все компании при регистрации наборов и получении одобрения FDA. Это вот самые верхние кружки, так сказать, да, больше 90%. Между какими-то двумя людьми будут совпадения результатов, но между другими двумя людьми будет совпадение результатов всего в половине случаев, в 55%. И на самом деле, чем больше людей мы включаем в исследование, да, тем, так сказать, будет хуже суммарные результаты. Вот когда включили 19 человек, то тогда, так сказать, общая конкордантность составила 41%, да, то есть здесь вот 0,4 фактически. И это очень плохая новость, потому что в реальной рутинной практике, к сожалению, при использовании этого теста, но на самом деле, как и фактически любого другого, с другими ситуация не лучше, мы будем получать огромное количество дискордантных результатов, и, к сожалению, когда клиницисты, когда вы будете направлять в разные лаборатории для получения второго мнения, или больной будет ходить, так сказать, между лабораториями, чтобы сделать СП-42 тут, а еще проверить тут, при пороговом значении 1% иммунного инфильтрата позитивного, вы в половине случаев будете получать разные результаты, и мне очень интересно, какое решение вы будете принимать о терапии. Ну вот это же исследование, так сказать, да, немножечко в других категориях, так сказать, посмотрите, левый график, он очень интересный, процент патологов, которые назвали случаи, а, там было 69 случаев, 68 случаев, вот, так сказать, да, было, процент патологов, которые назвали случаи позитивными. Смотрите, было какое-то количество случаев, так сказать, около 8, которые все патологи назвали негативными, и был какой-то процент случаев около 20, которые все патологи назвали позитивными, и это где-то, так сказать, около 40% от общей когорты, но относительно остальных 60% случаев, разные патологи назвали их позитивными или негативными. А вот по отдельному каждому из 19 патологов, какие-то люди, как позитивные, расценили всего 40% случаев, а какие-то люди, как позитивные, расценили из этих 68% 80% случаев, да? То есть все люди разные, и на одних и тех же срезах абсолютно на одних и тех же срезах, тут даже не было такого, что в разных лабораториях делали серийные срезы и на них, так сказать, свои методики ставили. Здесь это было на одних и тех же срезах. Просто оценка, один человек будет расценивать как позитивный в два раза чаще, чем другой. Какие мы можем сделать выводы из этой ситуации? Ну, выводы, так сказать, очень плохие. Это негодные выводы, но других у меня для вас нет. Конечно, нужен клинический контекст, так сказать, анализа морфологических и иммуногистохимических данных. И все-таки пока что остается общепринятым, что мы должны правильный тест подбирать для правильного препарата, и связи между ними достаточно однозначны. Непрерывный внутрилабораторный внешний контроль качества, по крайней мере, позволит привести к тому, что если мы ошибаемся, и это наш удел, то мы ошибаемся хотя бы более-менее одинаково, и, несомненно, должны быть постоянные тренинги по интерпретации данных, хотя совершенно четко понятно, что тренинги ни от чего нас не защитят практически. Но и использование клинически валидных фарм-декс-тестов при назначении терапии, хотя в случае дискордантных данных надо опираться на какие-то иные клинические параметры, потому что, так сказать, если мы говорим о раке молочной железы, то недалек тот час, я думаю, к концу года уже у многих клиницистов нарастет огромное возмущение, что, так сказать, пациенты из разных лабораторий приносят им совершенно разные диагнозы, но не нужно нас в этом обвинять, способов решения этой проблемы пока нет. Спасибо. Спасибо.